всем большой привет ну что моя эпопея с зайцем продолжается мне хотелось бы конечно вам показать уже готовую работу всю красоту но но нет еще нет хотя красоты стало уже больше вы видите что работа существенно продвинулась все крестики здесь вышиты вышит backstitch и я сейчас на том этапе что нужно переходить на новый уровень покажу как это выглядит на обложке ну примерно здесь осталось процентов 20 или 15 даже так я вышиваю по бумажной схеме и не веду учет в крестиках или в электронных программах поэтому точно сказать не могу но на глаз наверное процентов 20-15 осталось вышить вышиваю вечерами и освещение конечно такое не очень удачное поэтому и снимать фрагменты не очень удобно не всегда появляется время утром чтобы снять какой-то фрагмент да и вечером не каждый день вышиваю поэтому и предыдущее видео она у меня закончилась немножко так нелогично время уходило процесс затягивался и я решила выложить то что есть и продолжить уже снимать новое видео вот что могу сказать в принципе я уже привыкла и все хорошо вышивается к бэкстичу тоже привыкла видите каждому процессу просто нужно привыкнуть и идет но единственное что я здесь наверное переоценила себя или недооценил этого зайца мне хотелось его вышить быстро я почему-то думала что я ну за две недели его раз и дошью но не тут то было если наверное брать в общей сложности но месяца два я уже его шью если брать полностью вот самого начала когда я начинала его вышивать все 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 если дни собрать я так думаю что будет уже месяца два то есть я бы эту работу приравняла к такому хорошему набору дизайну год коллекции димэншенс доход который вышивать там месяца 2 плотно некоторые вышивают и быстрее я наверное по своим наверное силам со своими силами сравниваю возможностями у меня бы это было месяца два но вот этот зайц уже примерно два месяца вышивается нужно еще под налечь и дошить так что еще здесь хотела сказать в принципе все здесь готов и бэкстич как я сказала только фонарик не дошит потому что я хочу его полностью вышить все крестики потом уже сделать на нем бэкстич ну и вот этот вот цветочек где тоже должны быть там и французские узелки бэкстич он пока тоже не выполнен уже буду выполнять полностью со всеми веточками которые будут вышиваться все цветочки все буду вместе потом уже бэкать у меня муж ушел кататься на лошади и остался собака со мной он ходит и скулит вокруг меня я не знаю уже что с ним делать он всегда очень сильно ревностно относится к тому что когда муж уходит гулять его с собой не берет на выходных но я надеюсь этого не будет слышно видео сейчас я нахожусь на том этапе что мне нужно брать биндеры и немножко переставить канву вниз канал меня уже в принципе здесь на полный полную возможность натянута там нет уже больше запаса и я воспользуюсь пришитой планком ткани и наверное на булавочке закреплю канву подтяну вниз и возможно мне будет так получше попробую сейчас и потом вам покажу что у меня получилось в плане натяжки также видите биндеры сбоку очень удобно закреплять так канву но натяжка хорошая конечно получается все здорово но вот с левой стороны особенно неудобно вышивать у края рука бьется и мне пришлось вышивать здесь одной рукой что я очень не люблю особенно последнее время и поэтому не очень я люблю пяльцы все остальное потому что я вышиваю если на пяльцах одной рукой я не могу вышивать в два прокола когда у меня нитка неровно ложится не получается поэтому я всегда или на станке но если одной рукой тогда вот знаете классический вверх вниз и очень устаю потому что ну так же дольше вот зайка уже такой хорошенький пушистенький миленький вот одеялка такое красивая ярко очень яркая работа просто глаз радуется замечательно ну что пойду переставлять канву и покажу вам как это все смотрится и вот что у меня получилось вы видите это пришивная ткань к раме к ней на булавке я закрепила канву немножко получше получилось ну конечно здесь последний ряд высоковато ну что делать ничего справлюсь ниточки припаркованные расчертила всю площадь работы оказалось здесь еще ого-го много 5 целых клеточек вверх очень много ну что же делать будем работать покажу вам схемку вот так все это выглядит на схеме то есть вот по эту линию мне вышита а все остальное мне нужно будет вышить и здесь ну практически полная зашивка много конечно полукреста вот но работы много 160 в ряд на 5 ого-го 8000 крестиков ладно будем работать и буду вам показывать наверное продвижение может быть и сразу будет отшив как получится потому что времени особо свободного мало и поэтому как будет получаться так будет получаться все девочки пошла вышивать пожелайте мне удачи пока мы сейчас находимся в парке рядом с акрополем напротив гора напротив акрополя находится называется филопапа очень и очень большой парк люди сюда приходят бегать вилять пикник наш собака вообще от счастья никак не может успокоиться вот много здесь приходит людей с собаками или не сегодня дождь такая хмурая погода очень радуют цветочки красивые майки и желтенькие цветочки покажу полянка вот сейчас мы придем к такой верхней точке где виден весь акрополем как раз напротив находится очень красиво все хорошо видно и покажу вам этот прекрасный вид такое туристическое место все туристы когда приезжают обязательно сюда поднимаются здесь получается самые лучшие фотографии кругами кругами ну вот я забралась на это залезное место где открывается замечательный вид на Акрополь там как всегда ведутся постоянно работы красиво представляете в самом Акрополе я до сих пор не была так как наверх мы еще не поднялись все ждем подходящего момента то заняты то одно то другое а потом забывается когда мы рядом с тобой кажется что вроде бы уже задача выполнена но в этом году обязательно я поднимусь в Акрополь обязательно там покажу может вам что-то покажу музей часто хожу мне нравится здесь очень много много туристов сегодня не так много потому что дождь и туристов всегда можно отличить данную пору по легкой одежде люди люди когда приезжают особенно с холодных стран теряются по погоде и температуре мне кажется что здесь уже лето все жарко и нужно ходить в шортах и очень часто обманываются я тоже раньше когда только приехала тоже не могла никак акклиматизироваться Мелый посмотрите какие кусты кусты это разновидность алоэ называется бессмертник он живет очень-очень много лет и выпускает такие цветущиеся вот такие вот цветки выходят очень это высокое растение кстати у меня на балконе есть тоже вот такое алоэ только оно маленькое еще я думала обычный алоэ но оказалось что это будет вот такой вот гигантское растение как будто в тропиках сейчас находимся шум стройка идет где-то рядом вот такое сейчас немножко пройдемся вот так и по лестнички по ступенечкам заберусь и покажу вам сверху вот посмотрите какой огромный листы шикарные растения вот видите какие так неудобно тут вокруг еще и крапива сильно не зайдешь и дождь прошел и выпускает вот такие вот цветы прям как деревья это их наверное семечки мой сейчас кактус кактус называл ой тоже выпустил такие покажу вам дома на балконе вот он смотрите вот тут молодой такой растет еще маленький и вот смотрите упал цветок видно там что-то он испортился этот алоэ упал его стебель такой он огромный толстый очень-очень большой выпускаю такую стрелу мой когда выпускает я всегда срезаю надо будет раз оставить и смотреть что будет ой там собака мой с ума сходит он наверное залез в крапиву теперь чешется дурачок дурачок убежал дождь прошел и мы продолжаем наш путь мы конечно посидели кофе попили отдохнули и решились еще немножко пройтись давно мы здесь не были сейчас такая красота цветочки везде одуванчики вот у нас первые повырастали одуванчики нет не дуванчики не знаю что же цветочки всякие всякие разные цветочки птички попался собака еще этот алоэ вырастает и здесь много места где кустарники кустарники очень много сорок мой муж вообще сорок не любит потому что они разрушают гнезда других птиц всегда ругается посмотрите какой открывается вид на афины вот там вдали старая обсерватория находится не знаю работает она еще или нет осталась как историческая часть этого места несмотря на то что дождь видит как буршут природа все зелененькое все цветет такие запахи витают птички поют и я надеюсь я вам передам немножко весны немножко вот этой теплой весенней погоды и главное настроение потому что еще у многих девочек я вижу зима вернулась снег а у нас конечно зимы в этом году не было и очень очень ранняя весна поэтому хочу вам передать немножко настроение ну что я осадила вас на прогулку я надеюсь вам понравилось надеюсь я вам подарила немножко весеннего настроения потому что я смотрю у девочек у многих в их городах сейчас бушует зима такие метели такие сугробы и конечно же в марте уже хочется скорее солнышко скорее первых цветочков листочков и совсем не хочется мерзнуть ходить по сугробам я надеюсь хотя бы мое видео немножко вам подарила тепла ну а мы возвращаемся к моей вышивки к моему зайцу у меня здесь что у меня здесь есть продвижение они конечно не супер большие вот здесь вот я дошила вот этот весь кусок но тем не менее уже как вы видите осталось чуть-чуть чуть-чуть осталось вот они границы вот они мои дорогие так хочется чтобы была какая-то волшебная палочка или какие-то гномы приходили по ночам и вышивали этого зайца чтобы я утром просыпалась а у меня здесь уже выше то ну хотя бы крестиков 400 так было бы здорово но к сожалению не приходят ни гномы не феи приходится самой вышивать всего лишь в две руки а времени мало работы появилось много и у нас грядет такое масштабное событие как ремонт ну и кто занимался ремонтом не нужно объяснять что это процесс очень такой хлопотный при том что мой муж он ремонтами и всеми вот такими вот ход с делами заниматься но никто что не хочет не может вот-вот не его это вот-вот-вот хоть убей хоть как хоть день ему платил не может этим заниматься и поэтому он говорит делай что хочешь что вы выберешь все вот все тебе разрешаю только меня вот с этими вопросами не трогать и меня не занимать вот ну и я конечно же занимаюсь сама этим вопросом но я тоже не специалист раньше ремонтов никогда не делала опыта нет все приходится учить разбираться с нуля помощь интернет помощь конечно специалисты в магазинах строительных но честно вам скажу внутри меня такой вот знаете холодок такая дрожь потому что я очень-очень переживаю что что-то пойдет не так какие-то будут ошибки причем мастеров придется мне их регулировать весь ход их работы где что как нужно будет сделать конечно у меня есть план у меня все просчитано но тем не менее контролировать мастеров придется мне и я честно скажу я я очень боюсь мне хочется чтобы все получилось хорошо достойно красиво при том что я сама не дизайнер подбирать цвета все это сочетать будет мой первый опыт потом покажу вам что получится я очень очень хочу чтобы у меня получилась все прекрасно вот ну и как вы понимаете ремонт это дело тоже такое пыльная грязная и поэтому будет у меня дополнительная работа а значит времени на вышивку остается меньше и к сожалению я так смотрю что я скорее всего концу месяца не успею закончить этот процесс очень жаль очень я прям себе ставила такую задачу дошить до конца марта обязательно закончить эту работу но я вижу что я не справлюсь это меня расстраивает я пытаюсь вышивать быстрее но быстрее не получается вот как есть так есть как идет так идет да я понимаю что ничего страшного не случится если я закончу в апреле но вот хотелось мне закончить марте хотелось чтобы уже закончить и все и по времени заяц у меня занимает занял но уже практически два месяца если так брать и грубо говоря на вскидку как большой процесс дименшенс gold collection да вот такой вот зайчик но картинка конечно суперская получается нечего тут сказать и вот наверно этого зайца и еще есть парная работа к этому зайцу я вставлю где-то картинку вот эти процессы их наверное не нужно вышивать вот целиком их нужно вышивать по чуть-чуть там по одну по одной неделе в месяц и за год постепенно отшил незаметно и все хорошо получилось мне тоже нужно было бы делать так но я самонадеянно так подумал что я то я возьму и за месяц его раз вышью что тут что тут маленькая картинка но нет но нет картинка маленькая но очень объемная очень много цветов причем что нужно все это аккуратно вот шила все парковка все аккуратненько вышивала если где-то отвлекусь сбиваюсь поэтому вот так сейчас смотрю на камеру и вот этот фонарик как красиво он светится здесь еще нет бэкстича но уже видно что такой свет исходит от этого фонаря а сверху быть есть жучок дочок там какой-то сверчок листочки вот но листочки здесь еще будут и в листиках много работы но ничего ничего потихонечку я дошивать буду хотя кто знает если мне повезет может быть я конечно примут концу марта и закончим ну вот не прощаюсь будет еще одно включение я надеюсь это будет завершающее включение не будут уже таких каких-то промежуточных но что то делить тут осталось уже всего ничего вот и покажу уже полностью готовый результат приглашаю вас еще на одну прогулку пойдемте погуляем покажу вам немножко наших красот нашей местности сейчас у нас замечательная погода и мы все чаще с мужем выбираемся на прогулку походить где-то погулять вот так что приглашаю всем большой привет сегодня у нас суббота 10 марта у нас замечательный сегодня день но вообще началась у нас весна и мы по привычке начинаем выходить на природу сегодня приехали в парк выяку так он называется большой парк где есть поля для футбола баскетбола тенниса и конечно же красивые дорожки чтобы бегать и ходить вот я сейчас покручусь покажу что у меня находится вокруг слышите как поют птички это просто такая красота птицы самые первые вестники весны когда слышишь такое пение ласковое конечно солнышко тоже все настроение совсем по-другому хотя у нас и холодно не было в этом году абсолютно но солнце начинает греть по-другому и вот вся природа оживает конечно же намного прекрасней не знаю что снимаю потому что очень сильно действительно светит солнце хотелось вам показать какая у нас здесь красота вот мы с мужем разделились так как он собакой у нас нашим зевсом белым хулиганом они пошли бегать за территорию парка так как здесь парк построен в общем-то на горе рядом птички привод надо над нами поют интересных соловей какой-то вот в общем собаками здесь не разрешается он убежал за территорию парка а мне нравится в парке потому что здесь асфальтированные дорожки я не люблю по горам лазить ну прям по самим горам я люблю по дорожкам ходить протоптанным скажем так поэтому вот так мы разделились похожу со мной в сумке вот здесь вышивка поэтому после прогулки будем пить кофе или может быть я возьму горячий шоколад буду вышивать может быть что-то еще вам покажу конечно покажу сейчас заберусь наверх откроется вид на афины и все вам покажу вот они первые деревья которые зацветают часть я поменяю ракурс а это скорее всего миндальное дерево пчелки уже залетали да светит красиво да вот их несколько точно миндаль красота людей еще мало обычно после 10 приходят а мы ранние птички мы как с утра проснулись сразу раз-два делись и приехали классно так ну я побежала посмотрите сколько много зелени в некоторых местах уже земля покрылась цветочным ковром расцвели разные цветочки и почему вам покажу потому что у нас именно весной вот буйство зелени буквально через два месяца все это на солнце выгорит и всю траву срежут и ничего не будет потому что очень сильное солнце и всегда боятся пожаров ну трава она здесь не держится только в тех местах где есть поливы показываю вид вам на район видите все афины они в общем-то в ложбине гор находятся некоторые районы прямо на горах вот я сейчас немножко поднялась наверх и видно весь весь большой район и за ним видны горы вот так красиво пойдемте дальше красиво ли вот такая здесь у нас гора цветочки коты повыползали греться на солнышке этот меня преследует хочет еды но и ты у меня с собой дорогой да вот немножко запыхалась хожу уже ни один круг круги здесь большие передыхнул еще похожу вот эта лейка очень не нравится потому что она украшена сосновыми деревьями греться есть несколько видов сосен эту сосну я не знаю как она называется у нее не такие пушистые ветки но часто именно в парках и городах ее можно увидеть ее рассаживают очень красиво а здесь будет мурия шелковица и и здесь специально рассаживают каждый год подрезают вот таким образом чтобы она каждый год выдает новые ветки и создает такой естественный покров от солнца и дождя в кафешках везде рассаживают ну тоже такое распространенное деревце почему-то у меня камера показывает очень темно непонятно ну ладно разберемся вот пока еще на не выбросила новые веточки но потом очень-очень быстро за две недели все будет зеленая ну что зайчик мой зайчик побегая чик ну зайчик ну погоди ну что я вчера в субботу вечером взялась и ударно приступила к завершению этого процесса шила 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 но так и не дошила устала и думаю ну нельзя над собой так издеваться пойду я лучше спать пусть на 1 на 2 закончится позже но не такими кровавыми усилиями да надеюсь что сегодня я уже закончу этого зайца здесь осталось мне дошить всего ничего два листочка и немножко полукреста но конечно же backstitch вот именно на этом фрагменте потому что на остальном полотне backstitch я вышивала сразу по мере отшива фрагментов и я этому очень не рада что я не оставила такую огромную работу напоследок это было бы конечно таким жестким ударом вчера вышивала вот это пятно и думаю что за странный какой-то лист что-то странное здесь я забыла что там должно быть насекомое когда отшилась отшился этот жучок посмотрите как ужасно смотрится без backstitch просто какой-то инопланетянин да ну что я приступаю и покажу потом вам всю работу в деталях крупным планом макро съемку покажу вам как у меня здесь устроен процесс у меня здесь две лампы одна большая и второточечная из икеи и вот благодаря именно этой лампе у меня создается очень хорошее освещение даже ночью не очень хорошо видны все вот эти вот дырочки посмотрите видите все видно как днем поэтому девочки это решение две лампы одно большую как вы ставите вашу и вторую точечную и и очень все хорошо видно вот все я отправляюсь приступаю точнее к работе и уж надеюсь что в следующем фрагменте я буду с радостью представлять вам готовую работу всем привет ну вот настал этот момент когда я рада представить вам мою готовую работу отшитую завершенную постиранную поглаженную выполнены все 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 процедуры и она во всей красе предстает перед вами вот он и зайчик мой хорошенький мой красавчик тот зайчик с который у меня занял столько времени столько моего внимания отнял но дарит мне сейчас массу массу положительных эмоций радует своей красотой сегодня на моем календаре 31 марта но хочу вам сказать что закончила я этот процесс не сегодня а закончила я 25 марта воскресенье я вот собрала силами и целый день просто вышивала до самой ночи знаете вот первый раз моей жизни я как как вот бывает такое состояние переел да я вот перевышивала руки болели глаза квадратные я уже ночью дошивала бэкстич переделывала лэйзи дэйзи какие-то элементы французские узелки крутила в общем все 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 доделала до мельчайшей детали сидела проверяла потом пошла замочила здесь у меня был использован карандаш от примиловой такой знаете в карандашике не механический он не не сам так легко отстирывается нужно было потереть немножечко по пройтись мыльцам по работе но все отстирала все замечательно все прекрасно и на следующий день я уже погладила или работу отложила ждала момента когда появится меня свободное время желательно при дневном освещении чтобы снять и показать вам всю красоту но опять же вот дневного освещения я захватила совсем мало сегодня в субботу но более-менее еще видно и помогает лампа я думаю будет хорошо все видно покажу вам сейчас с самого близкого расстояния в макросъемке мы посмотрим все эти детальки которые в общем-то и делают эту работу такой привлекательной желанной и очень-очень много девочек на нее смотрят хотят ее вышить но отпугивает вот темная канва и конечно же сложность процесса ну процесс да действительно сложный но вот смотрите сами думаете решаетесь я думаю после просмотра деталей обязательно кто-то соблазнится на вышивку этого зайки чтобы камера не скрипеть я буду потихонечку перемещать основу и будем рассматривать детали вот сейчас я вам показываю правый нижний угол здесь травка видите какой здесь был бэкстич вот здесь у нас жучок спит под листочком какой у него красивая одеялко осики ну там такая мордочка как-то интересно не бэкстич вышит что если правильно посмотреть то видно что это жучок улыбается у него также кроватка очень хорошо организована есть коврик прикроватный тапочки и рядышком стоят тапочки зайки тапочки тоже зайки даже бровки вышиты глазки носики ну сколько красивых деталей прибираемся в левый нижний угол здесь столько опять же много бэкстича много листвы носочки полосатые листочки цветочки ушки зайки мордочка носик такой хорошенький глазеночки так он сладко спит свою игрушечку обнимает ну и конечно же одеялко из печурка это один из прекраснейших элементов здесь очень яркий яркое такое пятно на этой вышивке много используется там не так цветов блендов переходов ну и получается вот такой вот эффект действительно виде что это печур как будто там много разных рисунков цветочки точечки полосочки интересные всякие штучки здесь тоже нас листочки палочка который привязан гамачок так перемещаемся потихонечку вверх здесь вот такое растение я не знаю как она правильно называется колокольчик не колокольчик интересное красивое нежное растение вверху звездочки и вышитые и французскими узелками есть немножко полукреста полукреста здесь точнее очень много вот это вот все это все полукрест и с левой стороны нам осталось посмотреть на рассмотреть вот этого жучка смотрите какой мне получился какой такой серьезный прям такой какой-то он даже немножко обиженный потому что все спят у всех кроватки есть а у него кроватки нет и вот он сидит с лампочкой на дежурстве до фонарик красивый фонарик и вышивала кстати бакси чем две ниточки чтобы он был поярче посочнее хорошо выделялся и баксич на листочках рядом у с фонариком вышивается не черная ниточка зелененькой но тоже есть бэкстич очень-очень красивая зелень особенно сейчас на камере видна вся проработка да можно долго рассматривать эту вышивку идеально проработана просто не передать словами всей этой красоты но я надеюсь что хотя бы частично мне удалось вам показать вышивку картину вы смогли оценить всю проделанную работу но и пока вы будете немножко любоваться эта работа я хочу показать и рассказать что у меня получилось по материалам все материалы к этому процессу полностью весь процесс у меня хранился в такой большой коробке от икеи это набор также в этом наборе были две маленькие коробочки вот они у меня сейчас там стоят там у меня мелкие организационные вещи эта коробка хороша тем что сюда помещается пока как пока для ниток так пока и для иголок высота подходит поэтому даже здесь два органайзера могут запросто поместиться она очень плотная красивая и для организации процессов просто замечательно подходит это у меня остаток от оригинальной схемы начинала я вышивать по копии потом часть копии я куда-то положила и не нашла потом пришлось вышивать по оригинальной схеме но так как отмечала я светлым маркером случае вдруг вдруг не приспичит вышить эту работу еще раз я конечно же смогу это сделать также с обратной стороны где у нас идет яркий бэкстич тоже видны значки при желании можно вышить и с этой стороны схему я отдавать никому не буду это неправильно потому что набор выпускается просто буду хранить плюшки мне что сделать плюшки обложка снова показываю вам обложку для того чтобы напомнить что размер этой вышивки сто шестьдесят на сто восемьдесят девять крестиков и в сантиметрах это двадцать пять на тридцать художник марина федотова дизайнер светлана глущенко вот так совместно разработали вот такую вот красоту детский сюжет опять же повторюсь но какой он красивый какой он радостный замечательный что у меня здесь значит по материалам как у меня все закончился мой процесс так и все сюда сбросила и все и так одно и стоит вы видите сколько здесь ниток иголки сейчас это все нужно будет разобрать иголочки рассортировать и я их складываю вот в такие тюбики очень очень удобно они для иголочек эти тюбики я в свое время накупила много на магазине майбобин и по номерам их раскладываю очень удобно могу брать в процесс столько иголок сколько мне нужно раскладывать по коробкам но и даже просто хранить вот так очень очень удобно они не теряются их видно для меня это самое самое идеальное идеальное решение в общем сейчас мне предстоит разобрать нитки так что по ниткам кстати вот показываю вы извините за их внешний вид запутанный такой ой 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 ну ладно уже я не буду сейчас прям распутывать разбираться с ними как есть так есть значит было здесь у нас три планшетки использована две полные и на третий всего четыре цвета несколько блендов было бленд использовался и в крестике в полукрестики ниточки все яркие ниточки здесь dms замечательные претензий нет и на риска хорошие качество все хорошо все цвета остались без исключений но осталось немного я бы сказала процентов наверное двадцать здесь идет запас вот может быть даже чуть побольше потому что местами я вышивала парковкой любом случае не так хватит даже при вышивке парковкой и я выбрасывала выбрасывала да я большие такие куски если у меня оставался там какой-то кусочек я не дошивала не люблю я собирать вот эти маленькие там такие кусочки я выбрасываю я вышивание экономно а вышиваю для себя для настроения вот сейчас у меня предстоят разборочные работы раньше я что делала я вот когда отшивала набор я брала вот нитки на планшетках как есть со схемой с обложкой и складывала к себе в такую папку где у меня есть отшиты мои процессы вот как на память или я думала может быть я когда-то с кем-то может быть поменяюсь вот этими остатками но сейчас я понимаю что все это ерунда и чтобы нитки не лежали без дела я их сейчас возьму и перемотаю на на бобиночки разложу по местам по коробочкам так как у меня процессов не сейчас а вообще последнее время последние несколько лет процессов у меня много и часто один и тот же свет используется в двух-трех работах поэтому если меня будет несколько бобинок с одним и тем же цветом даже с небольшим количеством меня это выручит и помогает экономить денежку то что у нас каждый моточек ниточки дмс стоит 1 евро ну и уже стали цены подниматься 1 20 1 10 вот цены у нас вот такие вот кусючие просто заказывать две-три ниточки где-то в америке в россии понимаете это невыгодно ну и вообще раньше я делала большие за закупки ниток а сейчас если честно лень у меня есть вся коллекция пнк и если мне чего-то не хватает то я нахожу там ниточку и беру оттуда и дополняю к своим процессам вот так я решила потихонечку использовать свои запасы поэтому сейчас буду заниматься приведением в порядок моих ниток разберу здесь все разложу вот мой зайка так рада так рада что я успела вышить его в марте к сожалению вот сейчас только 31 сейчас суббота уже к вечеру дело сейчас только снимаю завершение этого видео постараюсь поскорее смонтировать у меня очень много там кусочков я наснимала постараюсь это сейчас быстренько смонтировать вам выложить показать потому что мне нужно уже двигаться дальше у меня ждут еще мои процессы а кстати по процессам давайте отметим этот процесс в моем блокноте вот хотела вам показать мой блокнот где я записываю ну все-таки и текущие моменты по моим процессам так чтобы насколько про руку и вот в 2017 году я начала писать отмечать мои процессы которые у меня были начаты все мои работы начаты вот кстати лан свит спи моя радость я уже вычеркнула написал 25 а чего я написала 0 2 вот видите приехали 0 3 поспешила ночь ночью было вот и некоторые процессы здесь у меня уже вычеркиваются но также список по 2018 список здесь уже у меня продолжается в этом году у меня уже есть начатые процессы в этом году я уже начала без корню от риолис я началась закончила вышивая ру в поисках золото начало и пока ничего чаривно мыть тайная вечеря бисер на работу в процессе сельгер подсолнухи тоже то что начато в этом году а то что было начато в прошлом году вот у меня их было 16 процессов но из них 1 2 3 4 5 6 6 закончилась то есть 12 у меня еще осталось видите процессов у меня много и я вот так смотрю по старым начатым процессом и наверное ей я буду выбирать те процессы которые у меня отшиты больше всего и если так подумать то у меня сейчас совы больше всего отшиты но совы от кастом крафт я их вышиваю в совместном проекте поэтому потихонечку я с ними работаю не буду их брать в расчет а из остальных которые у меня есть процессов больше всего у меня отшиты волшебные часы от сделай своими руками это вышивка шерстью и скорее всего скорее всего нужно будет браться за этот процесс хотя мне здесь все процессы такие интересные такие классные и вот я когда смотрю на этот список глазами прям бросаясь ой у меня уже интересно есть анкоровский сэмплер с лошадками у меня есть вот панны я вышиваю подошку интересную ветер дим меньшин значит кто за кем наблюдает ланарты розы в голубой вазе боже столько интересных процессов и не знаешь за что первое взяться но я наверно буду делать так что у меня больше отшита то и буду вышивать ну пока я так себе придумала поэтому возьму следующим процессом сделай своими руками волшебные часы шерсть процесс у меня этот не шел из-за качества ниток но я потихонечку буду вышивать ладно по этому процессу я расскажу в тот момент когда я за него возьмусь здесь у меня все отмечено все готово готов мой саяц еще раз я вам его покажу полюбуйтесь какой он классный какой он красивый такой яркий позитивный волшебный надо надо будет может быть в конце года хочется надеяться что я возьмусь за парную эту вышивку и буду вышивать радость на двоих и оформлять соответственно буду уже когда будут отшиты две работы по одной я уже оформлять не хочу один раз ошибку сделала больше так делать не буду пусть ждут ждет он своего напарника и потом оформляться они вместе повешу куда-то найду и повешу ничего мне эта картинка нравится для себя я ее вышивала вот и буду любоваться ну что я надеюсь вам понравилось вы с интересом провели со мной это время время отшива и создания замечательной картины я желаю вам хорошего настроения ну и конечно же до новых встреч пока пока